Приветствую вас и чувствую, что прям такой крик души у вас сейчас получился, когда вы все это читали, когда вы все это писали, когда вы все это рассказывали. И я думаю лично, что проблема заключается в том, что у вас, его друг, есть синдром оправданных ожиданий. Это такой симптом психологического состояния, заметьте, состояние, не болезнь, состояние. Когда человек по какой-то причине надеется на один результат, считает, что этот результат вполне уместен, вполне реален, и более того, должен быть. И очень тяжело вдруг ваш переживал, когда выяснилось, что результат, который он по какой-то причине ожидал, ну, собственно говоря, не случился. И весь вопрос заключается в том, на самом деле, какие это были желания, откуда они вообще взялись, что это было. Понимаете, можно только предполагать, что произошло. Конечно, вы сделали все правильно, то есть, если вы описываете все как есть, то с вашей стороны нет никаких нареканий, с вашей стороны нет никаких проблем, но проблемы есть у вашего друга. И начались они, судя по всему, с того момента, когда вы стали, когда вы стали жить вместе с его родителями. Уж не знаю, на что ваш друг рассчитывал, не знаю, что он ожидал, чего он хотел, но вот это вот, когда вы написали, что потом, в последние года он начал вести себя странно, обижаться, с какой-то эмоциональной, думал, что не из-за меня, но полностью на меня в чем-то в обиде. Вы знаете, не хочется вам как-то вот, если честно, говорить какие-то вещи, но очень похоже, что ваш друг был к вам неравнодушен. А вот, серьезно, именно такая мысль у меня возникла, когда я читал ваше сообщение. Конечно, вы можете сказать, что это не так, и что у него есть девушка, например, и что он никогда ничего такого не привлек вам, но я думаю, что это единственное объяснение, почему мужчина не может сказать другому мужчине конкретно, что ему не нравится. Только в том случае, если есть здесь какие-то чувства, и я думаю, что вся основная проблема именно в этом. Также вот это вот его поведение, оно, ну, типично-типично для женщин, по большому счету, и не типично для женщин, а типично для мужчин. И, пожалуй, в чем вы были не правы, это в том, что в конце концов вы с ним разругались. То есть вот ругаться не как раз таки не стоило, вы держались молодшим-молодшим-молодшим, но вот, конечно же, в последний раз вы с ним просто разругались. А я понимаю ваше чувство, я понимаю, почему вы это сделали, я понимаю, что вы были на эмоциях, я понимаю, что, по сути, вы чувствовали себя просто ужасно, и по-другому поступить вряд ли могли. Но, тем не менее, теперь у вашего друга есть более реальные причины и более реальные зацепки для того, чтобы на вас обижаться. И теперь, при всем желании доказать ему, что он был не брат, или как-то нормализовать ситуацию хотя бы своим поведением последовательным, да, у вас уже не получится. Скорее всего, с этим другом вы общаться больше не будете, поскольку, ну, живете далеко, общения у вас такого нет и так далее. Единственный вариант, это, пускай какое-то время, позвонить ему еще раз или написать, и, собственно говоря, извиниться за то, что произошло. Если вы знаете, где он живет, то, может быть, имеет смысл доехать к нему домой и прямо там, извиниться перед ними, если вы хотите вернуть его расположение. Но, если говорить о причинах, то причины, я думаю, могут быть только в этом. По крайней мере, это единственное, что приходит на ум, исходя из вашего текста. Может быть, есть еще и что-то еще. А может быть, ваш друг просто начал ревновать вас к родителям. То есть, что родители, его родители вас очень любили. И, вот, как бы вы здесь пишите, да, что с родителями были хорошие отношения. И он потом говорит вам о том, что мы даже не доехали к его родителям. Значит, родители, наверное, очень хотели и переживали, чтобы уехали и волновались за вас. Соответственно, можно говорить и об этой вот стороне вопроса, да, по стремности его родителей к вам. Он ревновал вас к родителям, вот так. Это, в принципе, две возможные причины. Но, так или иначе, причины, это, скорее, такие, знаете, проблемные для него, но не для вас. Вы здесь ни с чем не знали. Ну, ко всему, если бы он действительно ревновал, если бы он действительно ревновал вас к родителям, то никто не мешал ему, например, как-то активно проявлять себя или сказать вам о том, что вы слишком тесно взаимодействуете с его родителями, то он ничего этого не сделал. И это говорит, опять-таки, о его неуверенности в себе. Таким образом, можно констатировать, что друг сам себе создал проблемы, а потом просто приложил ответственность от себя на вас. Так люди делают, делают постоянно, обращать внимание на это не стоит. Обещаться на друга тоже не нужно, потому что, скорее всего, вы стали невольным объектом переноса его собственных желаний, его собственных потребностей, его собственных конфликтов, конфликтов и противоречий. Если это так, то если бы на вашем месте был друг-другой, счетца была бы точно такой же. Поэтому обижаться и, тем более, держать себе обидно не стоит. Просто поймите, что ваш друг оказался определенным заложником обстоятельств и условий своей жизни, может быть, даже своих потребностей и своих каких-то проблем. Зла на него не держите, через какое-то время попробуйте восстановить отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!